Привет, я Андрей Сазыкин. Это практические занятия по курсу сети и системы телекоммуникаций. Здесь мы исследуем работу сетевых протоколов с помощью анализатора сети Wireshark. Тема сегодняшнего занятия – протокол NDP – Neighbor Discovery Protocol, протокол обнаружения соседей. Напомню, что этот протокол используется совместно с IPv6 для того, чтобы получить информацию об устройствах в сети, маршрутизаторах и других компьютерах. Давайте посмотрим, как это реализуется. Начнем с маршрутизаторов. Как мы уже говорили в лекции, протокол NDP – это расширение протокола ICMP, поэтому в Wireshark мы используем фильтр ICMPv6. И самый первый пакет, который мы видим – Router Advertisement – Анонс Роутера. Такие пакеты – маршрутизаторы, которые находятся в сети, рассылают постоянно через определенные промежутки времени. Давайте посмотрим, как устроено сообщение «Анонс маршрутизатора». На уровне IP – адрес отправителя, IPv6 – адрес маршрутизатора, адрес получателя, групповой адрес IPv6 – FF02 – 2.1. Это групповой адрес, которому соответствуют все устройства в сети. Тип заголовка следующего уровня – 58, протокол ICMP, его модификация для IPv6. Посмотрим, что есть в пакете ICMP. Тип сообщения – 134, роутер Advertisement, анонс маршрутизатора. И дальше идет информация о сети. IPv6 – адрес маршрутизатора извлекается из заголовка IP. И вот он. А в той части сообщения, которая относится к ICMP, находится дополнительная информация о сети. Например, рекомендуемый размер максимального количества промежуточных участков – hop limit 64. Это означает, что пакет может пройти через 64 маршрутизатора, прежде чем он будет отброшен. Время жизни маршрутизатора – 30 секунд. Это то время, на которое запись об этом маршрутизаторе заносится в таблицу маршрутизации. Через 30 секунд должно поступить следующее сообщение – анонс маршрутизатора. Также важная информация хранится в той части пакета, которая относится к опциям ICMP. Это префикс сети. В префиксе передается полный IPv6 адрес маршрутизатора и длина префикса – 64. Соответственно, к префиксу сети относится только вот эта часть. Первые 64 бита. Оставшиеся 64 бита относятся к идентификатору интерфейса маршрутизатора. Следующая опция – это адреса DNS серверов в сети. Здесь у нас два сервера DNS. И последняя опция – это MAC адрес маршрутизатора. Мы можем видеть, что IPv6 адрес маршрутизатора построен на основе MAC адрес маршрутизатора с помощью процедуры EUI64. MAC адрес маршрутизатора разделен на две части. Внутрь добавлены значения FFFE. Правая часть IP адреса полностью совпадает с правой частью MAC адреса. А в левой части изменен 1 бит. Поэтому F8 превратилась в FA. Теперь давайте посмотрим информацию в таблице маршрутизации. Вот таблица маршрутизации для протокола IPv6. Адрес маршрутизатора по умолчанию. Точно такой же адрес, который мы видели в пакете Router Advertisement. Давайте проверим IPv6 адрес компьютера. Вот это локальный адрес IPv6. А вот это глобальные адреса, которые используют префикс IPv6, который получен от маршрутизатора. Давайте сравним вот это значение префикса с тем, которое мы получили от маршрутизатора. Префикс находится в опциях ICMP. И мы видим, что префикс совпадает. Таким образом, мы видим, что протокол NDP используется для автоматической конфигурации сетевых настроек компьютера. Из сообщения Router Advertisement мы получаем IPv6 адрес маршрутизатора. Префикс IPv6, который потом используется для того, чтобы назначить глобальные адреса IPv6 нашему компьютеру. А также адреса DNS. Интересно посмотреть заголовок канального уровня у этого пакета. На сетевом уровне пакет передается на групповой адрес IPv6.ff02.2.1. Все устройства в сети. На канальном уровне также используется групповой MAC адрес. В отличие от протокола IPv4, где для этих целей использовался широковещательный MAC адрес, состоящий из одних бинарных единиц или ff6 раз. Групповые MAC адреса, которые соответствуют групповым адресам IPv6, устроены следующим образом. В начале идут два числа 33, 33, а зачем четыре числа, которые совпадают с числами в групповом IPv6 адресе. Здесь у нас все ноли и последнее значение единица. Итак, теперь мы знаем, как протокол NDP используется для автоматической настройки адресов IPv6 и информации о сети. Теперь давайте рассмотрим другую задачу, для которой также применяется протокол NDP. Это определение MAC адресов компьютеров в сети по известным адресам IPv6. В протоколе IPv4 для этих целей использовался протокол ARP, а в IPv6 используется NDP. Компьютер с IPv6, когда хочет узнать MAC адрес получателя, по его адресу IPv6 отправляет запрос Neighbor Solicitation. Запрос соседа. Вот этот пакет. В части ICMP используется тип сообщения 135, Neighbor Solicitation, указывается IPv6 адрес, для которого мы хотим узнать MAC адрес и MAC адрес отправителя. На сетевом уровне сообщение пересылается на групповой адрес IPv6. Этот адрес состоит из двух частей. Первая часть показывает, что это групповой IPv6 адрес. Вот она, ff02.1.ff. А дальше идут 6 цифр, которые совпадают с 6 цифрами из IPv6 адреса, для которого мы хотим узнать MAC адрес. Это такой специальный вид групповых IPv6 адресов. Сообщения, отправленные на этот адрес, получают те компьютеры в сети, у кого 6 цифр IPv6 адреса совпадают с теми, которые указаны вот здесь. Вряд ли таких компьютеров в сети будет очень много. Таким образом, этот подход гораздо эффективнее, чем широковещательная рассылка, которая используется в протоколе ARP. Давайте рассмотрим заголовок канального уровня. На канальном уровне сообщение также передается на групповой MAC адрес. 3333 показывает, что это групповой MAC адрес, соответствующий протоколу IPv6, а остальные цифры совпадают со значениями в IPv6 в групповом адресе получателя. Теперь давайте рассмотрим ответ от соседа. Пакет называется Neighbor Advertisement. Анонс соседа. В части, которая относится к ICMP, используется тип сообщения 136. Анонс соседа. Целевой адрес IPv6 вот такой. И соответствующий ему MAC адрес указан в опции IPv6. Сообщение анонс соседа отправляет тот компьютер, для которого мы хотели узнать MAC адрес, напрямую нашему компьютеру. На канальном уровне также используются уникальные адреса. MAC адрес отправителя совпадает с тем, который находится внутри сообщения анонс соседа. И MAC адрес нашего компьютера получателя. Как мы обсуждали в лекции, протокол NDP, так же как и протокол ARP, хранит определенные MAC адреса в кэше, в так называемой таблице NDP. Давайте посмотрим, как выглядит эта таблица. Для того, чтобы посмотреть таблицу NDP, используется вот такая команда. Вот таблица NDP, которая интересует нас для беспроводной сети. Здесь мы видим адрес маршрутизатора IPv6 и соответствующему MAC адрес. Адрес компьютера IPv6 и соответствующему MAC адрес. В типе показано, что информация уже устаревшая, то есть давно не получали подтверждения о том, что адрес действует. И также есть большое количество записей о групповых адресах IPv6 и соответствующих им групповых MAC адресах. Как видим, все групповые MAC адреса начинаются на значение 33-33, а последние четыре числа групповых MAC адресов совпадают с последними четырьмя числами групповых адресов IPv6. Теперь вы знаете, как устроен протокол NDP. Это расширение протокола ICMP, точнее модификация ICMP для IPv6. И как использовать протокол NDP для автоматической настройки сетевой конфигурации компьютера в IPv6. А также для того, чтобы определять MAC адрес компьютера по известному адресу IPv6. На этом практическое занятие закончено. Спасибо, что смотрели. До свидания.